Тема лекции – нервная система. Нервная система в организме выполняет регуляторную функцию. Она обеспечивает связь организма с внешней средой, а также связь между органами внутри организма. Морфологически нервная система делится на центральную и периферическую. В центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг. А к периферической – нервные узлы, сплетения, нервные стволы и нервные окончания. Физиологическая классификация подразделяется на два вида. Нервная система – соматическая нервная система, которая иннервирует тело и обеспечивает произвольные процессы. И автономная или вегетативная, которая иннервирует внутренние органы и кровеносные сосуды. Гистогенез нервной системы. В эмбриогенезе нервная система развивается из дарзального утолщения эктодермы. Сначала на 18-й день эмбриогенеза образуется нервная пластинка. Из нее в дальнейшем образуется нервный желобок, нервная трубка, нервные гребни, из которых развиваются в дальнейшем гонглионарные пластинки. Из головной, то есть корниальной части нервной трубки, формируется головной мозг. Эта часть нервной трубки, она расширяется и образует мозговые пузыри. Сначала образуются три мозговых пузыря на 4-й, 6-й неделе эмбриогенеза, а в дальнейшем пять мозговых пузырей на 6-й, 7-й неделе. Из этих пяти мозговых пузырей развивается пять отделов головного мозга. Это полушарие головного мозга, затем промежуточный мозг, средний мозг, задний мозг и продолговатый мозг. Из остальной части нервной трубки развивается спиной мозг. Из гонглиозных пластинок спинномозговые и вегетативные узлы, а также хромофинная ткань организма. Рассмотрим строение органов нервной системы. Периферические нервы. Периферические нервы или нервные стволы, или просто нервы, состоят из нервных волокон. Мейлиновых или безмейлиновых. Есть нервы, которые содержат и мейлиновые, и безмейлиновые нервные волокна. Кроме того, имеются соединительно-тканные оболочки. Самая наружная оболочка называется эпиневрой. Состоит из плотно-волокнистой соединительной ткани. Затем, значит, имеется периневрой, которая окружает пучки нервных волокон. И, значит, между нервными волокнами располагается эндоневрой. На этом слайде мы видим периферический нерв на поперечном разрезе. Нервные волокна видны на поперечном разрезе. Вот они здесь в данном случае показаны. Мейлиновые нервные волокна в центре у них всего и цилиндр имеется. И светлый ободок – это место расположения мейлиновой оболочки, которая в результате приготовления препаратов, она растворяется. Ну и, значит, соединительно-тканные оболочки. Эти оболочки и соединительные ткани, они выполняют формообразующую функцию. Кроме того, трофическую функцию, так как содержат в своем составе кровеносные сосуды, которые, значит, разветвляются и проникают вглубь нерва с помощью, значит, этих оболочек. Периневрия и эндоневрия. Следующий орган нервной системы – это спинномозговой узел. Спинномозговые узлы располагаются по ходу задних корешков спинного мозга. Топографически они располагаются в специальных отверстиях форамина интервертебралия, значит, в составе позвоночного столба. Они имеют округлую или овальную форму, покрыты капсулы из соединительной ткани, и в своем составе они содержат нервные клетки. Нервные клетки имеют псевдоуниполярную форму, вот они здесь показаны, то есть имеют круглое тело, и от тела отходит один отросток, который затем разветвляется на два отростка. Тела этих нейронов в основном располагаются под капсулы, то есть по периферии узла. А в центральной части находятся миелиновые нервные волокна, то есть отростки этих клеток, окруженные миелиновой оболочкой. Спинномозговой узел обычно на препаратах, он имеет также, в своем препарат имеет также и передний корешок спинного мозга, вот здесь он показан, и передний и задний корешки вместе соединяясь образуют спинномозговой нерв. На данном слайде мы видим спинномозговой узел при большом увеличении, при малом и при большом увеличении. Вот характерна локализация нейронов по периферии узла и нервных волокон в центральной части. При большом увеличении видно, что каждая нервная клетка спинномозгового узла, псевдо-неполярная клетка, покрыта двумя оболочками. Внутренняя оболочка – это мантийная оболочка, она образована клетками нейроглии, мантийной клетки они называются, вот они здесь показаны, и наружная оболочка – оболочка соединительной ткани. Эти оболочки выполняют трофическую и защитную функцию. На данном слайде мы видим расположение спинномозгового ганглия, вот, и, значит, нарисован спинной мозг. Мы видим, что локализуется непосредственно близости от спинного мозга, по ходу, значит, задних корешков, вот, нарисован псевдо-неполярный нейрон, и вот этот наш псевдо-неполярный нейрон имеет два отростка. Вот дендрит, показан здесь, вот дендрит, он длинный, потому что псевдо-неполярный нейрон – это чувствительный нейрон, и дендрит, он, значит, длинный, значит, может достигать несколько сантиметров, метр и больше, и доходит до, значит, органа, который иннервируется, в данном случае вот здесь кожа нарисована, и образует чувствительное нервное окончание. Значит, рецепторы этого дендрита воспринимают импульс, и затем, значит, отправляется этот импульс в спинномозговой ганглии, и после чего передаётся на аксон, который заходит в задние рога спинного мозга. Здесь также показано, значит, наличие у спинного мозга и переднего корешка, который сближается с задним корешком, и образуется спинномозговой нерв. Вот здесь, значит, показан и спинномозговой нерв. Таким образом, функция спинномозговых узлов – это чувствительная функция. Значит, все рефлекторные дуги, их вот афферентные нейроны, они локализуются вот в этих чувствительных ганглиях, в основном в этих ганглиях, также, значит, чувствительная ганглия головы. Это, значит, спинномозговой узел, его строение. Теперь перейдём к изучению спинного мозга. Спинного мозга – это орган центральной нервной системы. В центральной нервной системе, значит, в органах различают серое и белое вещество. Серое вещество – это скопление тел нервных клеток, а белое вещество образовано миелиновыми нервными волокнами. В нервной клетке, в центральной нервной системе, они образуют нервные центры. И в зависимости от строения нервные центры бывают двух видов – ядерного и экранного типа, ну и ещё диффузного типа. Потом я об этом, значит, скажу. Значит, ядерный тип нервных центров характеризуется тем, что нервные клетки, они, значит, образуют такие группы, так называемые нервные, значит, ядра. А в центрах экранного типа нервные клетки располагаются слоями. Это характерно для коры больших полушарий головного мозга и для коры мозжечка. Спинной мозг, он состоит из двух симметричных половин. Серое вещество располагается внутри, а снаружи, значит, окружено серое вещество белым веществом. Серое вещество имеет характерную фигуру летящей бабочки или латинской буквы H. И в нём, значит, различают три пары рогов. Задние рога – это длинные, узкие, значит, рога, задние рога. Затем, значит, передние рога – короткие, значит, и массивные. И, значит, боковые рога, которые находятся в тороколюмбальном отделе между этими двумя рогами – передними и задними. В центре спинного мозга находится центральный канал, который выслан эпидемной глией. Ну, на данном, значит, рисунке видно, значит, что от спинного мозга отходят корешки. Вот от задних рогов отходят задние корешки. И в конце мы видим утолщение. В конце данного рисунка видим утолщение. Это, значит, месторасположение спинального гангля. А передний корешок представляет собой миелиновый нервный волк, который приближается к заднему корешку. Белое вещество образовано миелином нервной волокна. Вот на схеме видно, значит, что они располагаются продольно. И образуют, значит, проводящие пути. Это гистологический препарат спинного мозга. Серое вещество мы видим. Оно более темным цветом отличается. И, значит, белое вещество окрашено несколько светлее. Обычно препараты окрашивают, импрегнируют азотно-кислом серебром. Поэтому, значит, вот такой цвет. В сером веществе спинного мозга различают нервные клетки трёх видов. Первый вид нервной клетки – это корешковые клетки. Они располагаются в передних рогах спинного мозга. Это самые крупные нейроны спинного мозга, мультиполярные формы. А по функции – это двигательные нейроны или моторные нейроны. Второй вид клеток – это пучковые клетки. Они располагаются во всех участках серого вещества. По размерам они, значит, несколько меньше, чем корешковые клетки. Средние, значит, величины тоже мультиполярные и ассоциативные. Их отростки выходят в белое вещество. И непосредственно все близости от серого вещества образуют пучки собственного аппарата спинного мозга. Вот, в основном, короткие проводящие пути, которые соединяют сегменты спинного мозга, значит, между собой, но и спинной мозг, и головной мозг. И так как они образуют вот такие пучки, они поэтому называются пучковыми клетками. По функции это ассоциативные нейроны. Третий вид нейронов – это внутренние клетки или вставочные клетки. Это самые мелкие мультиполярные нейроны. Также повсеместно располагаются в сером веществе. Их отростки не выходят в белое вещество, поэтому они называются внутренними. Это тоже ассоциативные нейроны. Образуют они синапсы внутри серого вещества, между нейронами. В составе серого вещества различают следующие виды ядер и структур. Вот, значит, в передних рогах корешковые клетки, они образуют пять пар ядер. Это моторные ядра, потому что образованы корешковыми моторными вот этими клетками. Аксоны этих клеток выходят, образуют передние корешки и доходят до скелетной мускулатуры и иннервируют скелетные мышцы. Повреждение этих корешковых клеток моторных нейронов при травме или поражении вируса полимелита приводит к тому, что движение становится невозможным. Эти ядра, значит, следующие, вентромедиальные, вентролатеральные, дорзомедиальные, дорзолатеральные и центральные ядра. Те, значит, ядра, которые располагаются в медиальной группе, они иннервируют мышцы туловища, а ядра латеральных групп, они иннервируют мышцы конечностей. В задних рогах различают, значит, губчатый слой, самую, значит, периферическую часть заднего рога. Здесь находится в основном нейроглия. Желатинозная субстанция, также большое количество нейроглии, мелкие вставочные клетки здесь находятся, и также два ядра. Находится собственное ядро и грудное ядро, или ядро Кларка. Ну, значит, от этого ядра отходит, значит, спина мужичковые пути. Так, боковые рога, они содержат медиальные и латеральные промежуточные ядра. Латеральное ядро представляют собой центры симпатической нервной системы. В верхнем отделе спинного мозга, между задними и боковыми рогами, располагаются ретикулярные формации, сетевидное образование, которые, значит, проходят и в ствол головного мозга. Здесь нейроны и отростки располагаются диффузно. Нейроны, значит, диффузно располагаются и образуют самый, значит, вот такой, можно сказать, древний в эволюционном отношении вид нервного центра – это диффузные нервные центры. Оказывает, значит, стимулирующее влияние на кору. Ну, на данном слайде гистологический препарат мотонейронов – это корешковые клетки, мультиполярные клетки, ядро имеет, ядрышко в ядре имеется, цитоплазмин, мы видим зернистись, это связано с наличием хорошо развитой гранулярно-эндоплазматической сети. Головной мозг. Головной мозг образует большие полушария головного мозга и мозговой ствол. Ну, в основе головного мозга находится мозговой ствол. Он представляет собой непосредственно продолжение спинного мозга, а именно вот это, значит, продолговатый мозг, затем идет средний, промежуточный, задний мозг, который включает в себя мозг и, значит, мозжечок. Значит, в составе, значит, мозгового ствола также различают серое и белое вещество и расположение этих веществ такое же, как и спинном мозге. Только, то есть, серое вещество располагается внутри этих образований, а белое вещество окружает их. Но здесь фигуру бабочки мы уже не наблюдаем, а серое вещество прослойком белого вещества разделяется на различные ядра. Эти, значит, ядра состоят из нервных клеток, мультиполярной формы, которые, значит, представляют собой двигательные и ассоциативные нейроны. Большие полушария головного мозга. В больших полушариях головного мозга расположение серого и белого вещества отличается от того, что мы ранее говорили. Здесь большая часть серого вещества располагается на пехере и образует кору больших полушарий головного мозга. А белое вещество располагается внутри, и, значит, внутри белого вещества также имеется еще и скопление серого вещества, так называемые подкорковые ядра больших полушарий головного мозга. В коре больших полушарий головного мозга нейрон располагается слоями и различают шесть слоев нейронов. Форма нейронов, нужно сказать, в основном пирамидальной формы. То есть это мультиполярные нейроны, но тело у них имеет характерную такую пирамидальную форму. Эти нейроны имеют верхушечные дендриты, которые отходят от верхушки пирамиды. Имеются боковые дендриты, от боковых частей вот этой пирамидки отходят. И от основания пирамиды отходит, значит, аксон. Кроме пирамидных нейронов имеются также и другие нейроны, другая форма, значит, звездчатые, паукообразные, горизонтальные и так далее. Но основная, вот характерная форма, значит, которая позволяет нам узнать препарат полушарий главного мозга, это пирамидные нейроны. Первый слой, самый, значит, поверхностный слой, который, значит, прилегает к мозговой оболочке, это молекулярный слой. Он состоит из отростков ниже лежащих нейронов, и нервные клетки здесь немногочисленные, значит, в основном горизонтальные и, значит, звездчатые формы. Поэтому этот слой, он выглядит более светлым, так как здесь в основном нервные отростки находятся. Второй слой, наружно-зернистый слой, он состоит из мелких пирамидных и звездчатых клеток. Третий слой, пирамидный слой, довольно широкий слой. Здесь находятся пирамидные формы нейроны, средней и малой величины. Вот мы видим это также на слайде, вот левая часть, значит, рисунка. Затем идёт внутренний зернистый слой. Здесь также, как и внаружи, находятся мелкие клетки. В основном здесь звездчатые клетки, хотя небольшой край с пирамидных нейронов тоже встречается. Затем пятый слой, называется ганглионарный слой. В нём располагаются самые крупные нейроны, гигантские пирамиды. Это клетки Беца. Они называются ганглионарными клетками, гигантские, значит, пирамиды или клетки Беца. По фамилии основоположника, по фамилии, значит, киевского анатома, который, в общем-то, их впервые и описал. И шестой слой – это слой полиморфных клеток, который состоит из клеток разной формы. Ну, на слайде мы также видим, что вот здесь вот показаны рисунки этих... рисунки, значит, нейронов, их расположение, их отростков. Ну и гистологически здесь показано строение вот пирамидного нейроцита гигантской формы. Это клетка Беца. Мы видим нашу треугольную форму. Верхушный гендрит вверх ориентирован, боковые гендриты здесь не особенно незаметны, ядро имеется и хорошо развито. Гранулярная эндопазматическая сеть, то есть тигроидное вещество, хроматофильная субстанция, вещество, значит, нисля. Аксон гигантских вот этих пирамид уходит в белое вещество и доходит до моторных ядер спинного мозга, образует кортико-спинальные пути. Нужно сказать, что кора больших полушарий головного мозга является высшим нервным центром экранного типа. Вот так, как слои располагаются, так и нервы он располагается слоями. И в них, значит, в этих, значит, в коре, значит, обеспечивается регуляция разнообразной функции. И кору, значит, разделили на поля в зависимости от выполняемой функции. И таких полей насчитывается 52 поля. Впервые были эти поля, значит, определены Бродманом. Поля по Бродману. 52 поля. Это деление коры, которое отвечает за проявление более высокой нервной деятельности. Речь, зрение, слуха, обоняние и так далее. Но в настоящее время считают, что морффункциональной единицей коры является модуль или мозговая колонка. То есть считают, что функции локализуются не в каком-то определенном, значит, слое коры, а во всех слоях. И, значит, вся кора разделяется на такие вертикальные колонки, вертикальные цилиндры диаметром около 300 микрометров, которые, значит, в центре этого цилиндра находится кортико-кортикальное волокно. Это, значит, коллатераль, который отходит от аксона гигантских пирамид, пирамидных нейронов. В мозговую колонку входят также два таламокортикальных афферентных волокна, которые заканчиваются в четвертом слое коры. Таких, значит, модулей в коре больших полушарий у людей имеется около 3 миллионов. То есть каждая функция, значит, она обеспечивается вот одним из этих, значит, модулей. Причем вот если, значит, один модуль обеспечивает движение глаз горизонтальной плоскости, то рядом располагаются модули, которые обеспечивают движение глаз вертикальной плоскостью. То есть каждая, значит, функция, она сосредоточена в этом модуле. Ну, нужно сказать, что, конечно, строение коры больших полушарий очень сложное и изучается на протяжении уже многих лет. И, значит, было сформулировано такое понятие, как цитоархитектоника коры. Цитоархитектоника коры – это особенность размещения и строения нейроцитов. По, значит, согласно цитоархитектонике, различают два типа коры. Первый тип – это агронулярный тип. Он характерен для двигательных центров. В нем, значит, зернистые слои, а именно второй и четвертый слои, выражены слабо, а хорошо развит третий, пятый, шестой слой. Второй тип коры называется гранулярный тип. Он характерен для чувствительных корковых центров. В этом случае, значит, хорошо развиты именно зернистые слои второй и четвертый, а третий, пятый, шестой развиты слабо. Наряду с нервными клетками в коры больших полушарий имеются также и нервные волокна. Они, значит, они – это обычно тонкие милиновые или безмилиновые нервные волокна. Расположение этих волокон называется, значит, милоархитектоникой. Различают волокна, которые располагаются, значит, параллельно поверхности тангенциальной волокна. Они образуют полоску Экснера, полоску Бехтерева, наружную полоску Байерджия, внутреннюю полоску Байерджия, которые, значит, располагаются в определенных слоях коры. По функциональному значению нервные волокна делятся на три группы. Стативные, которые связывают нейроны внутри одного полушария. Комиссуральные – они связывают нейроны правого и левого полушария. И проекционные – афферентные, афферентные, которые располагаются радиально, то есть проходят через все слои и обеспечивают связь кору с нижележащими нервными центрами. В функциональном отношении нейроны коры, значит, они являются также различными, вот возбуждающими элементами модуля коры являются так называемые шипиковые нейроны. Имеются наряду с этим и тормозные нейроны, это клетки канделябры, казинчатые нейроны, клетки с аксональной кисточкой и нейроны с двойным букетом дендритов. То есть нейронный состав коры очень, значит, сложный. И в функциональном отношении имеются не только, значит, возбуждающие, значит, нейроны, но и тормозные нейроны. Благодаря этому осуществляется нормальная деятельность коры больших полушарий головного мозга. Следующий орган головного мозга – это мозжечок. Мозжечок – это центральный орган равновесия и координации движения. Он связан со стволом мозга с помощью трёх пар ножек, имеет борозды и извилины, и этим самым напоминает как бы большой мозг, и поэтому называется как бы малый мозг, мозжечок. Но, значит, борозды извилины здесь более выражены, чем в больших полушариях головного мозга. Значит, борозды глубокие, извилины, значит, мелкие. И здесь также различают серое и белое вещество. Вот серое вещество располагается по периферии, образует кору, а белое вещество располагается в центре и глубоко заходит в эту кору. И, значит, благодаря этому видно, значит, разветвление этого, значит, белого вещества, который, значит, получил их такое интересное название, которое было дано ещё древними анатомами. Это древо жизни. Дерево, древовидное разветвление белого вещества, значит, внутри мозжечка. Это древо жизни или арбор витэ. В коре мозжечка различаются три слоя, и они хорошо друг от друга разграничены, в отличие от коры больших полушарий, где мы, как видели, значит, там границы между этими шестью слоями отчётливо не определяются. Здесь в мозжечке три слоя хорошо видны. Самый наружный слой – молекулярный слой. Вот он, значит, также бледно окрашен, так как содержит в основном волокна нижележащих нейронов и мелкие клетки, мелкие нейроны, звёздчатые и корзинчатые клетки. Второй слой – это ганглионарный слой, образован самыми крупными нейронами мозжечка. Это ганглиозные клетки или клетки Пуркинье. И внутренний слой коры – это зернистый слой. Он содержит большое количество мелких клеток, клетки зёрнов. Считает, что вот этих клеток зёрен больше, чем вообще во всей центральной нервной системе нейронов имеется. Очень много мелких нервных клеток. Вот сёмным цветом окрашенный слой здесь видно. В центре, значит, мы видим белое вещество. Так, вот при большом увеличении мы видим часть коры. Клетки Пуркинье обозначены. Это клетки грушевидной формы тела у них, поэтому их ещё и грушевидными нейронами можно назвать. От верхней части тела отходит молекулярный слой 2-3 дендрита, которые, значит, разветляются в молекулярном, значит, слое. И, значит, клетки Пуркинье располагаются на некотором расстоянии друг от друга, образуя, значит, один слой. Корзинчатые клетки, они также, значит, находятся на границе молекулярного и зернистого слоёв. И у них имеется длинный аксон, который оплетает основание этих, значит, клеток Пуркинье, образуя корзинку. Это, значит, поэтому называются корзинчатые, значит, нейроны. И вот основание, значит, нейронов окружается этими, значит, корзинчатыми клетками. Нужно сказать, что нейроны, они, значит, между собой таким образом взаимосвязаны, что обязательно, значит, контактируют с клетками Пуркинье. В мозжечок заходят два вида афферентных волокон, которые приносят импульсы от других центров, отвечающих от других нервных центров, отвечающих за движение и равновесие. Первый вид – это моховидные волокна. Они идут в составе аллеево-можечкового и мостоможечкового путей. И заканчиваются они на дендритах клеток зёрен, передают таким образом импульс на клетку зерно. А клетка зерно имеет короткие, значит, дендриты, которые, как я уже говорила, с моховидными волокнами контактируют. А аксон этих клеток идёт в молекулярный слой Т-образный. Там разветвляется и контактирует с дендритами клеток Пуркинье. Таким образом, импульс, который поступает по моховидным волокнам, он передаётся на клетку Пуркинье. И затем покидает кору по аксонам клеток Пуркинье. Второй вид волокон. Для оновидные или лазящие волокна, они идут в составе спинноможечкового, вестибуломожечкового путей. И, значит, проходят через все слои и заканчиваются на дендритах клеток Пуркинье. Таким образом, импульс обязательно тоже проходит через эти клетки Пуркинье. Эти два вида волокна приносят возбуждение в кору можечка. Эфферентные волокна образуются аксонами клеток Пуркинье, которые доходят до ядера можечка. Эти клетки Пуркинье, таким образом, они вот такую функцию выполняют координацию равновесия и движения. Они очень чувствительны к гипоксии. При недостатке кислорода, мы знаем, равновесие у человека нарушается. Также они чувствительны к действию алкоголя, что тоже приводит к нарушению функции можечка. Следующий раздел нашей темы – это вегетативная нервная система. Вегетативная нервная система контролирует вестеральные функции организма. Она подразделяется на симпатическую и парасимпатическую. Вегетативная нервная система ещё называют автономной нервной системой. Она подразделяется на два функциональных отношений, на два отдела – симпатическое и парасимпатическое. Которое обладает противоположным влиянием на многие органы. И этим самым обеспечивается нормальная деятельность органа. В составе симпатической и парасимпатичной нервной системы также различаются центральные их отделы. Они находятся в головном и спинном мозге, в специальные ядра. И периферическая часть – сюда включаются нервные стволы, узлы и сплетения. Центры симпатической нервной системы находятся в ядрах боковых рогов спинного мозга, вот латеральные промежуточные ядро спинного мозга. А парасимпатическая нервная система имеет ядра в головном мозге. Это ядра третий, седьмой, девятый, десятый пар черепных нервов и ядра крестцового отдела спинного мозга. То есть краниолюбальные центры имеются. Эти центры состоят из мультиполярных нервных клеток. Периферическая часть вегетативной нервной системы включает в себя вегетативные узлы. Как я уже говорила, они образуют сплетения, могут образовывать сплетения. Узлы бывают экстрамуральные и интрамуральные. Экстрамуральные вегетативные узлы располагаются за пределами органов, как самостоятельные органы, покрыт своей оболочкой. Они более характерны для симпатической нервной системы, образуя паравертебральные, перевертебральные цепочки. В них содержатся мультиполярные нейроны, содержащие катахоламины. Кроме того, имеется между ними мелкий миф клетки, малоинтенсивно флюористейшие клетки, выполняющие регуляторную функцию. Интрамуральные ганглии, они более характерны для парасимпатической нервной системы. Они находятся в стенке внутренних органов, всех внутренних органов. Хорошо развитые, хорошо изучены эти ганглии в составе желудочно-кишечного тракта. На всём протяжении пищеварительного тракта эти ганглии располагаются в определённых слоях. Имеется подслизитое сплетение. Ганглии образуют здесь несколько ганглии. Образуют сплетение подслизитое сплетение или сплетение мейснера. Имеется межмышечное сплетение или сплетение ауэрбаха. Более крупно располагается между мышечными слоями в мышечной оболочке. И субсирозное сплетение. В этих ганглиях находятся мультиполярные нейроны, которые были описаны впервые казанским гистологом Доггелем и называются клетками Доггеля. Клетка Доггеля первого типа длинноаксонный нейрон. имеет длинный аксон и короткие дендриты. Это двигательный нейрон. Его аксон заканчивается на гладком мускулатуре этих органов. Второй вид клеток Доггеля второго типа. Это равноотрощитое нейроны. Нейроны имеют отростки одинаковых одного вида. Длинные, значит, и малоразветвленные. Они, значит, не различаются аксоны дендрита. И по функции это чувствительные нейроны. И третий вид, это ассоциативные нейроны. Они связывают соседние ганглии между собой. Ну, нарушение формирования этих ганглиев в эмбриогенезе приводит к тому, что возникает аданглиоз, приводит к тому, что в определенном участке там эти ганглии отсутствуют. Перистальтика кишечника, например, она отсутствует. И такие, значит, и больные нуждаются в оперативном вмешательстве, в удалении сегмента вот этой кишки, которая не содержит данные ганглии. Ну, на этом слайде показано, значит, вот, как осуществляется иннервация, значит, внутренних органов, вот спиной мозг, вот ганглии, рядом располагаются интрамуральные, экстрамуральные, может быть, ганглии. И, значит, с весы этим наличием этих ганглиев различают два вида волокон, нервных волокон, вегетативная система. Значит, это первый вид, это преганглионарные ганглии, идут от центра до ганглия. Это миелиновые нервные волокна, толстые волокна, белого цвета. И второй вид волокон, это постганглионарные волокна, а не тонкие, безмилиновые, серого цвета. Вегетативная рефлекторная дуга, она отличается от соматической рефлекторной дуги, так как переключение эфирентного импульса происходит, значит, в каком-нибудь ганглии, интрамуральном или экстрамуральном. Вот левая часть схематичного рисунка показывает соматическую рефлекторную дугу, а правая часть вегетативную нервную дугу, вегетативную рефлекторную дугу. А эфирентная часть в обеих этих дугах представлена псевдонеполярными нейронами, которая располагается спиннофорамино-интервертебралия. Вот здесь показано. А эфирентное звено состоит из вегетативной нервной системы, из двух нейронов. Один нейрон ганглия, вот нейрон, который располагается в спинном мозге, здесь вот пример, на основе симпатической нейросистемы. Потом идет напряганглионарное волокно до ганглия, вот, значит, ганглия здесь показан симпатически, значит, ганглия, вот, так, и от него идет уже постганглионарное волокно, вот, до, показано, до кровноцового сосуда. Это будет уже постганглионарное волокно. Вот, значит, таким образом, соматические и вегетативные рефлекторные дуги, они различаются своей эфирентной частью. А эфирентное звено у них одинаковое представлено. Значит, еще раз повторяю, значит, псевдоуниполярные нейроны, которые локализуются в спинномозговых узлах. Вот это то, что касается сведений по нервной системе. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.